Белгородцев объединил день спонтанного проявления доброты. Этот международный праздник появился как призыв стать немного добрее и проявить внимание к окружающим людям. В детской библиотеке Альберта Лиханова дате посвятили встречу под названием «Обниму весь мир». Наталья Рединская подробнее. Катюша еще не может обнять весь мир, зато улыбается так, что окружающим становится тепло и светло. Малышка, будущий читатель библиотеки Лиханова, а пока с родителями приглашена на акцию «Добра», организованную региональным отделением Российского детского фонда. Познакомились совсем недавно, искали какие-то конкурсы, мероприятия именно для многодетных, потому что дети участвуют в различных, занимаются различными бассейн, футбол, танцы. Решили поучаствовать где-то в чем-то и наткнулись на этот фонд. Почетный гость праздника Елена Семернина. У нее 17 детей, из них 15 приемных. Многодетная мать подчеркивает, это не гражданский подвиг, а большое счастье. Детям с малых лет прививают любовь к хорошим книгам. С библиотекой Лиханова семья дружит около 15 лет. Наши ребята и в гости постоянно приглашаются, и знаки внимания им оказываются, и подарки они получают. Сейчас очень много и многодетных, и малоимущих, и инвалидов, и взрослых, и детей, которые хотели бы, конечно, чтобы получить и внимание, и помощи, и поддержки больше, чем они имеют на данный момент. Поэтому такие мероприятия, безусловно, и будут привлекать. Поддержать акцию «Обниму весь мир» пришли читатели библиотеки, как активные, так и будущие. Гостям рассказали о белгородцах, которые помогают другим и бескорыстно совершают добрые дела. Присутствующих познакомили с работой регионального отделения Российского детского фонда. В Белгородской области его возглавляет директор библиотеки Лиханова Татьяна Петрова. Организация, которая в этом году исполняется 30 лет, помогает многодетным семьям и детям с ограниченными возможностями здоровья. У детского фонда есть такой девиз «Не дня без доброго дела». И действительно, каждый день в фонд обращаются очень много людей, семей, которые просят помощи. И по мере возможностей фонд, конечно, людям помогает. И фонд, конечно, существует на средства пожертвований граждан Белгорода. Ящики для сбора пожертвований у нас находятся и в поселке Строитель, и в Шебекино. То есть жители области свои пожертвования отдают детскому фонду, а правление детского фонда решает, кому необходима помощь. Гостям представили видеолекцию о работе благотворительного фонда. Маленькие читатели подготовили праздничный концерт. А в завершении всем вручили товары для дома и сладкие подарки, чтобы каждый из присутствующих смог унести с собой частичку добра. Наталья Орединская, Евгений Северинов. К этому часу Белгород.